Пропустом выкислили, выговорили с одним депутатом, а у нас фермер родился из наших староста деревни, он фермер, но мы так когда во время уборки его поселой помогаем. Снимай отдельно. Заходи спереди, чтобы лица было видно. Отдавай. Закрыть на этой глазовке не надо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, брат! Доброе утро, брат! Доброе утро, брат! Доброе утро! 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 а внутри и снаружи, вон в храме, как заходить в храм, когда это, чтобы было все. У нас во время храма даже дети никогда не ходят, не бегают. Смотрите, как многие можете показать. Как я был в городе, в один храм зашел, парнишка же бесит, туда-сюда, туда-сюда бегает, по храму. Я взял и восстановил, говорит, ты больше не бегай. Потом спрашиваю, а че же у них мальчик так бегает? Ой, это сын настоятель. Вы можетелохой хозяйкой в голове заниматься, парам судебежалhouse... Сейчас добычу 율�尾, а тут салось. Незавдастся капsimbecause... Книгохранилища, которые, книги такие, как бы, они, как бы, не пользуются ноги, и жалко выбрасывать, и все. Ну вот так. Ну, просто для хранения. Да, просто для хранения, так вот, все уже сюда снесли. Уже начинали ничего, уже когда школу-то делать, я везде собираю, и в городе, и в Мамонтово, и в другим по школам, где бы выкрашивал, там парты какие, стулья, и где, все собиралось там, ну, собирали, не было ничего, все собирали, как книги, вот. Ну, богатые библиотеки, это здорово. У вас внутри еще библиотека есть? А? Внутри еще школы-библиотека есть? Ну да, у них там книги есть, и у меня на втором этаже есть библиотека. А, у вас деревенская библиотека? Да. Ну, сейчас, знаете, как везде, мало стали брать книги, потому что все надо сразу. Даже я смотрю, библиотеки собачки, я держу служебник книги, чтобы это назвать. А, о-о-о, этот. Ну, что у вас это? Телефон. Телефончик он, тихо, все, я езжу на него смотрю. Телефончик, я гриппую просто, не боюсь вас это. Да ну, что это за радость? Вас-то я знаю с 85-го года. Заходи послушай. Храм найди, ну не надо это. Нормальный человек. Мы этого не боимся, у Господа Бога боимся. Да, надо бояться. У нас был 26-го сентября. В целом было, я скажи, с вами, пир, брачный пир был. Вот школа у нас с 97-го года. Было время, когда было 25 учеников. Сейчас два ученика. Два ученика? Два ученика. Пока два. Ладно. Два ученика. Да. Начали. 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 У нас и музыка, музыкальность занимается, что хорошо у нас начальное образование, что желает, то хорошее получает. Это другое, а вот я вам покажу сейчас, этого я скажу, что ни у кого нет, может быть, в районе, в крае. Я был в Америке, и мне один, значит, американец, молодой, жена Федорусская, подарил атлас. Ну да, это мы только будем. Съешь. А вон, не шуфал, здесь килограмм пять, наверное. Ну там есть и Алтайский край, и Россия где-то. Мы там пометили примерно, где округащие посадки, наши потери. Так, ну вот сюда, вот у нас второй класс. Вот здесь. Получается, у нас два класса. Два класса. Ты хочешь, наверное, отделить, ну там маленькая совсем часть. Давай, давай. Спасибо. Вот там много. Вот тут уже. вот свидетельство деревенской общины регистрации но у нас община церковная община деревенская потому что среди регистрации общины это пункт 25 все мы завязываем вносительные это пункт регистрации растительные, деревенские в общем это было сделано в общем так же подробно все и на первую сторону У нас дело в том, что у нас посторонний человек, если появился, то это посторонний человек. И мы сразу приехали в документы, и было такое, и сразу заявляли в милицию. Поэтому у нас это трудно, что приехали, у нас есть 2 детей, очень так, что посторонний человек, потому что мы уже не находились. Не дали посторонний человек быстрых, довольно правительным нам сказали, что мы не взяли, а мы не что-то, а так, у нас, так, а так. Поэтому у нас это, ну, это тоже презентация, это же копия, не копия, у нас был подарок, поэтому моря сгорела, то, что сохранилось, потом не было. Вот такая вот бумага под это распоряжение, вот. Какие были, завесированы, да? Да, да. Да. Такая вот, что у нас, ну, это такая вот. Вставь. Угу. Ну, это тоже, 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 тоже. Вставь. Вот указ, еще один указ, ну, это 92-го года. Указ, это 99-го года. А сейчас, чтобы вы достоверно знаете, можете просто делавая его веб-пакте. Можно просто веб-пакте обратить и не видеть, как, что если у вас веб-пакте всё не пересет, подпредят, что я не что-то где-то. А, я и все уже. Ну, да. Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо. 14 марта, а, 14 марта, 1901 года, я приехал в Санкт-Петербург, сейчас я сюда пошел в палатку, помолили, в воскресенье, в благословении, а если нет, то не допустили. А так был глава района, такой секретарь район, Уфай, Александр Алексеевич, и он приезжал в июле месяц, он приезжал сюда, и вот ходили, он сказал, давайте, мы вам дадим квартиру в Ирмачите, там, в Казниково, в Коршино, где хотите, там, да, не стойте, это не надо, мы ничем не можем помочь, у нас нет, ничего, там крышу надо встать, и теперь кровать надо валить. Ну что, выходили, я говорю, что это, вы можете помочь, зачем, я ничем не могу помочь, я говорю, дайте свое, хотя коммунистическое слово, что мешать не будете. Я говорю, да, вот это я вам вещаю. А потом, на лет 10 он был заместитель губернатора по сельскому хозяйству, и он пройдет и заехал, когда провел все, я опять подвел на место на берегу пруда, Я говорю, я вас сердечно благодарю за вашу большую помощь, да ну что, я говорю, помните, вы тогда сказали, а мы за вас молились все время, но мы не помешали, я говорю, нет, никто не помешал, Это очень важно, это очень большая вещь, очень большая вещь. Так, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Чем поможете? Ааааа, ну я тут они сделали, это не одна вещь. Нормально. Спасибо.